В доме 53 по улице Фадеева Елена Борисова живет уже более 10 лет. Каждый год в апреле вместе с соседями она выходит убирать свой двор. У меня не безразличный внешний вид дом, в котором я живу. Мне нравится выходить на красивые полисы одних смотреть. Я здесь живу 15 лет, так же каждый год мы выходим здесь, работаем с соседями. Сегодня в промышленном районе на уборку территории вышли около 1800 человек. Это сотрудники управляющих компаний, предприятий и жители домов. Люди убирают мусор, прошлогоднюю листву, проводят санитарную обрезку деревьев. В местах проведения уборки работают самосвалы, погрузчики и техника, при помощи которой перерабатывают ветки. Опилки жители домов увозят на свои садовые участки. Горожане для уборки придомовых территорий могут получить необходимый инвентарь. У нас все адреса развешаны, где это выдается. То есть выдаются грабли, лопаты, мешки для мусора. Все желающие могут подойти на пункт удачи и выдадут инвентарь. Всего в промышленном районе организовано 42 пункта выдачи инвентаря. На сегодняшний день за граблями, мешками и перчатками в управляющие организации и администрацию района обратились около 400 жителей. Будем работать везде и на общественных пространствах, парках, скверах и на незакрепленных территориях. У нас специальный муниципальный контракт заключен на очистку незакрепленных территорий. Ну, будем школам, детсадам помогать по вывозу мусора. Но это обязательно. Сегодня генеральная уборка прошла и на бульваре по оси Пенко. Сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» проводили в порядок газоны, убирали листья и мусор, пылесосили тротуары. Такие работы сейчас идут во всех районах Самары. Во время месячника по благоустройству рабочие приведут в порядок 163 объекта. Это скверы, бульвары, площади и другие общественные территории. Ежедневно на этих работах занято порядка 150 человек. Объектов сделали много. Мы прочувствуем газоны. После этого мы подметаем, моем, граффити закрашиваем. Детские площадки мы ремонтируем. Уже приступили к ремонту. Работаем мы без выходных. В выходные дни у нас обязательно есть дежурные на объектах, которые занимаются сбором мусора, случайного мусора, выборкой мусора из урт. Это в обязательном порядке. И зимой, и летом. Сквер на улице Осипенко был благоустроен в 2018 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, жители Самары сами решают, какие общественные пространства преобразятся в следующем году. С 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе пройдет всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. В голосовании примут участие 20 локаций. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События.